Всем привет! В этом видео, как и обещала, я покажу то, что нашла в горшках своих растений, также на листьях. Не судите, пожалуйста, строго, потому что я взяла первый раз в руки эту камеру, и сначала я даже не думала делать какое-либо видео. Я просто снимала для себя, и было очень интересно. Но потом, когда набралось много материала, я решила поделиться им с вами. И, конечно же, по поводу определения каких-то знаний о этих существах, я тоже не могу сказать, что я знаю что-то. Так как, когда я училась в университете, я считала, что предметы зелёных — это самые неинтересные и самые ненужные предметы, и что биологи самые крутые и замечательные. Но жизнь всё расставила на своих местах. Я теперь думаю совершенно по-другому, и я очень жалею, что когда я училась на первом курсе, у нас была энтомология. Я, конечно же, её не взяла. А также у нас была практика, зелёная практика, и мы собирали насекомых. И я помню, как люди приносили, студенты, огромные коллекции того, что они нашли в поле. Я же принесла со своей подружкой еле-еле нужное количество 10 штук. Причём они были такие микроскопические, приколотые на булавке. Мне просто было жалко этих насекомых собирать, травить эфиром, а потом втыкать в них иголки. Нам поставили по семёрке. Вот, это мои такие воспоминания об энтомологии. Я даже не помню, как мы определяли эти виды тех насекомых, которые были у нас на этой дощечке. Поэтому давайте начнём, наверное, и посмотрим всё-таки, что же у нас там вводится. Трипсы. Пузыреногие. Отряд насекомых с неполным превращением. Маленького размера. Их можно повстречать на любом из материков. Тело трипса удлинённое. Длина обычно 1-2 мм. Ротовой аппарат колюще-сосущего типа. Ноги у большинства видов стройные, бегательные. В своём развитии проходят следующие стадии. Яйцо, личинка, пронимфа, нимфа и имаго. То есть взрослая особь. Иногда размножаются партеногенетические. То есть иногда они размножаются однополым размножением. Личинки и нимфы имеют несколько возрастов. Развиваются быстро. Могут давать до 15 поколений за год. Трипсы имеют две пары узких крыльев. У трипсов обнаружены элементы эосоциального поведения. Часть особей не размножаются, а ухаживают за потомством размножающихся особей. Вы только подумайте, насколько сложное поведение. Трипсов довольно сложно обнаружить, потому что они даже при небольшой угрозе быстро прячутся в почвосмеси. А ещё они могут легко перебираться с одного цветка на другой при помощи крыльев. Трипсы наносят огромный вред нашим растениям, высасывая из них жизненные соки, особенно если наши растения живут у нас в квартире. Если вы заметили подозрительные обесцвеченные дорожки на цветах ваших растений или повреждённые места на листьях, обязательно присмотритесь. Возможно, это проделки трипса. Как только вы обнаружите первые признаки присутствия этих насекомых, промойте куст под тёплым душем и обработайте растения инсектицидом. Эти меры просто необходимы, иначе трипсы сожрут ваши растения. В борьбе с трипсами хорошо помогает октара. Но, если честно, чем больше я смотрю на это насекомое, тем больше оно мне нравится. Но, выбирая между моими растениями и трипсами, конечно же, я выберу мои растения. Но это мнение очень субъективно. Тутовая щитовка. Опасный вредитель полифак. Способный наносить вред многим растениям, включая орхидеи. В год обычно развиваются два-три поколения. Жизнедеятельность вредителя вызывает ослабление растений, порчу внешнего вида. Благодаря неподвижности и малой величине, эти паразиты долго остаются незамеченными и легко переносятся человеком с растения на растение. Самки бескрылые. Тело овальной формы, беловато-желтого или красновато-розового цвета. Самцы же имеют крылья. Лично для меня щитовки всегда были самыми непонятными вредителями. С одной стороны, это неподвижные коконы, сладкие капли вокруг их поселений и бонусом крылья. Самки откладывают от 100 до 200 яиц. Вредоносность этого вида зависит от многих факторов, среди которых соотношение самцов и самок. Бороться со щитовкой можно, но нужно повторять обработки обязательно. У меня есть некоторые растения, на которых даже после четвертой обработки октарой происходят вспышки этой заразы. Первым делом обязательно уберите паразитов механически. Можно использовать ватный диск с смоченной водкой. Снимите все кроющие чешуйки с растения, а затем проведите обработку инсектицидом. Многоножки. Обыкновенная костянка. Это европейский вид многоножек из семейства Литобиодая. В размерах этот вид достигает от 18 до 30 мм в длину и чуть больше 4 мм в ширину. Обычно темно-коричневые, но бывают ржавого цвета. Поскольку у костянки тело сплюснутое в спинно-брюшном направлении, она может проникать в тесные пространства. У костянки насчитывается от 35 до 49 сегментов тела. Имеет широкие членники тела, 15 пар крепких ног и длинные усики. Глаза расположены по бокам. Посмотрите, какие у нее красивые глазки. Она вообще симпатичная. В основном питается насекомыми, пауками, но может и червями и многохвостками. Костянка активна при довольно низкой температуре, что дает ей возможность охотиться на больших насекомых, которые в это время неподвижны. Например, на больших гусениц весь ранней весной. Летом она с такой добычей не справилась бы. Как вы уже поняли, многоножки-хищники. У них помимо челюстей имеются видоизмененные ядовитые конечности, много челюсти. С хищниками бороться, думаю, не стоит. Можно только радоваться, что они помогают нашим растениям. Встречаются и другие виды многоножек в горшках. Большинство из них, конечно, хищники. Но есть и растительноядные, которые не побрезгуют поесть корешки. Например, двупароногие многоножки. Они имеют лишь одну пару челюстей. Но не думаю, что они смогут принести реальный вред нашим растениям. Я никогда не находила этот вид в горшках. Сейчас я вставлю фотографию и вы посмотрите, как выглядит растительноядная многоножка. А пока давайте полюбуемся на эту красоту. Вот так выглядит растительноядная многоножка. И я думаю, что если вы такое увидите, то выкиньте просто ее на улицу. Корневые клещи. Род клещей. Ризоглифус. Они относятся к значимым вредителям. Корневых клещей трудно контролировать, потому что они имеют высокую скорость размножения при очень короткой продолжительности жизни. В основном встречаются в сочетании с другими болезнями растений и поражают широкий спектр растений. Клещи живут на корнях, луковицах и других подземных частях своих пищевых растений, а также в разлагающемся растительном материале, грибах и богатой питательными веществами почвы. Иногда их можно найти на листьях и стеблях растений. Они питаются широким спектром различных органических материалов, таких как мертвые и живые части растений, семена, мертвые членистоногие, нематоды, грибы или экскременты. Некоторые виды живут на семенах растений, предпочитают влажные места обитания. Активность этих клещей снижается в холодное время года, но диапаузы нет, и их можно встретить в течение всего года на всех стадиях развития. Чтобы спастись от холода, они взрываются глубже в землю. Меры борьбы – это акарициды, просушка почвы и можно использовать хищных клещей. Борьба с помощью акарицидов усложнилась из-за резистентности этих паразитов. Честно говоря, для меня стало откровением, что почвенный клещ – страшный вредитель. Я жила в заблуждении, что они так же, как и панцирные клещи, питаются органическими остатками, хотя морда этого клеща при ближайшем рассмотрении мне крайне не понравилась. Мучнистые червцы. Насчитывается более 1600 видов этих паразитов. И они являются близкими родственниками щитовки. Эти вредители поражают и обожают наши орхидеи. Они селятся на побегах, стеблях, листьях, завязях и плодах различных растений, значительно замедляя их рост и развитие. Высасывая сок из орхидеи, они так же портят внешний вид, как и щитовка, не говоря уже о здоровье растения. Насекомые эти очень подвижны и хорошо передвигаются практически в любом возрасте. Покрыты порошковым восковым налетом белого цвета, часто с восковыми пластинками по краю. Размеры варьируются от 3 до 6 мм, в зависимости от вида. У этих насекомых четко выражен половой деморфизм. У самцов имеются крылья. Заметьте, опять-таки, крылья. Но, к счастью, в взрослом состоянии они не питаются. Самки же, напротив, очень прожорливы и откладывают яйца в белый, ватоподобный мешок. Плодовитость этих паразитов очень высока, от 2 до 4 поколений в год. Личинки-бродяжки активно передвигаются по кормовому растению и могут переноситься с помощью ветра. Взрослые самки перед яйцекладкой покидают место питания и уходят в укрытие. Большинство видов откладывают яйца, но есть и живородящие. При обнаружении паразитов необходимо убрать их механически. Опять-таки, можно использовать ватный тампон со спиртом. Лучше не со спиртом, лучше с водкой. И обработать растения потом октарой или любым другим инсектицидом. Эти паразиты также отлично прыгают и очень далеко. Таким образом, они расселяются по рядом стоящим растениям. Октара, конечно, помогает, но кратной обработки часто бывает недостаточно. Посмотрите, как он быстро бегает. Прямо как спринтер. А так выглядит он с обратной стороны. Брюшко, лапки. Вообще, этот налет такой странный. Он прямо на лапах такими хлопьями висит. Удивительное насекомое. Прямо получаешь удовольствие, когда смотришь на это. Паутинный клещ. Эта часть видео будет, наверное, самая длинная. Так как оказалось, что в моей коллекции этой заразы предостаточно. Я-то думала, что на моих растениях ее практически нет. Но камера показала совершенно другое. Я нашла три различных вида этой заразы. Но конкретно определять вид, я думаю, нет смысла, так как всего растительноядные клещи насчитывают более 1200 видов и 95 родов. И поэтому, я думаю, это просто будет бессмысленно. У себя я нашла три вида. И я просто расскажу свои наблюдения. Я думаю, что это самые распространенные. Поэтому вам, наверное, будет интересно. конкретно вот этот паразит, вот этот вот вид, очень мелкий. Свои очки, которые я использую для того, чтобы определить сразу, что есть на растении, его просто не видно. То есть, того увеличения, которое я взяла линзу, недостаточно. Поэтому я его пропустила. И со временем этот клещ сожрал у меня Ценету Денсу. Когда я увидела уже конкретные признаки увядания, пожелтения листьев, отсутствия роста, я, конечно же, поняла, что это клещ. Взяла линзу побольше. И вот видите, что я увидела. Также, конечно же, камера помогла мне определить и найти этих паразитов и на других растениях. Конкретно этот вид, как я уже сказала, очень маленький. Но вообще, в принципе, они все мелкие до одного миллиметра. Паутинные клещи имеют две пары глаз. Я, честно говоря, не знаю, зачем им столько глаз. Как вы видели, многоножки имеют только два глаза, а эти имеют четыре. Ну, наверное, чтобы высматривать наилучшее растение в нашей коллекции, которое повкуснее. Ну, шучу, конечно. Также ноги очень интересные у них. Они состоят из пяти членников. И посмотрите, как он двигается. Интересно. У него получается такой, как бы, хороший захват. Ему очень удобно и быстро бегать. Вот это вот ползет маленькая, я думаю, что это диутонимфа. А вот эти вот, которые маленькие, красные, неподвижные, я думаю, что это протонимфа. Ну, и коричневая, конечно, это бегает и магуа, это взрослая особь. Очень интересно, конечно, наблюдать за этим. И вокруг вы видите большое количество шкурок, так как они линяют постоянно, растут, линяют, и вообще, конечно, некоторые из них выделяют паутину, некоторые нет. Конкретно вот этот вид не выделяет паутину, поэтому его еще и сложнее определить. Когда паутину видно, то есть ты сразу как бы обращаешь внимание, что что-то не так, а эти просто остаются незаметными до того момента, когда растение уже непосредственно уже начинает страдать. Паутинные клещи высасывают сок растений, который является для них источником питания. И растительные клетки принимают желтую окраску, поэтому мы видим, что растение пожелтело. Особенно быстро паутинный клещ размножается в сухих и теплых условиях. Осенью, когда температура и продолжительность дня падают, оплодотворенные самки впадают в диапаузу. Такие особи принимают оранжевую окраску и прячутся в трещинах и щели, чтобы вновь появиться в начале следующего сезона, когда условия станут более благоприятными. Поэтому, например, зимой или летом, когда очень жарко, мы думаем, что проблем у нас нет. А вот осенью и когда, скажем, весна, когда начинаются такие вот хорошие условия, то есть период размножения, они как бы как пожаром вспыхивают. Поэтому и советую два раза в год, весной и осенью, делать обработки. Вылупившись из яйца, шестиногая личинка сразу же начинает высасывать сок растения. поэтому они тоже очень опасны и наносят серьезный вред. Затем личинка развивается в протонимфу, которую вы уже видели, потом в диутонимфу и, наконец, во взрослую особь. Бороться с этим клещом очень сложно. В последнее время паразиты резистентны ко многим акарицидам. Вот посмотрите, конкретно вот этот вид, который я сейчас покажу, вот это их яйца, он крупнее предыдущего. Я нашла его на своих розах, которые купила, чтобы посадить в саду. Количество клеща было огромное. На этот вид не действовал ни один акарицид. Вообще ни один. То есть, я думаю, потому что эти розы были выращены в теплицах, где обрабатывали уже различными акарицидами и клещи действительно уже приобрели резистентность. Посмотрите, какое их количество, посмотрите, какие они огромные, какие шикарные яйца. Конечно, можно использовать хищного клеща фитоселиуса, но, к сожалению, этот клещ съедает за свою жизнь всего лишь пять растительноядных клещей. То есть, соответственно, вы понимаете, что нужно огромное количество фитоселиуса и также нужно учитывать то, что растительноядный клещ постоянно размножается. Можно с помощью фитоселиуса сократить количество, сдерживать популяцию, но уничтожить вот этих паразитов полностью не получится. Последний корицид, который я купила, это было карамоито, но я его еще, честно говоря, не использовала. Все очень хорошо о нем отзываются, но так как сейчас я не имею возможности дома использовать эти акарициды, я пока все-таки борюсь с этой заразой механически и промоналом. Конечно, когда вы используете различные акарициды, нужно обязательно чередовать химические группы. Опять-таки, это снизит резистентность клеща. Промонал очень хорошо помогает, но, как и любое масло, он снижает дыхательную способность растения и, конечно, немножечко угнетает, скажем, его рост, но в любом случае вред от промонала будет намного меньше, чем от этого вредителя. Вот конкретно вот этот вид способен уничтожить растения за считанные дни, просто съесть его полностью. Поэтому, конечно, нужно обязательно соблюдать меры осторожности, внимание постоянное, контроль, обработки два раза в год и, конечно же, карантин. Панцирные клещи являются одной из численно доминирующих групп членистоногих, обитающих в почвах. Они, безусловно, играют важную роль в почвенных пищевых цепях, регулируя разложение органических веществ и меркорорганизмов, обитающих в грунте. На самом деле, панцирные клещи не приносят явного вреда ни орхидеям, ни другим растениям. Арибатидные клещи одни из тех живых существ, которые делают структуры почвы путем измельчения, фактически пережевывания опавших листьев и всех органических остатков. Питаются они грибами и водорослами. Среди панцирных клещей нет видов, питающихся живой тканью, даже если это молодые ростки. На самом деле, паника и мифы рождены преимущественно на русскоязычных ресурсах, где очень часто говорится о том, что панцирные клещи повреждают корешки растения. Панцирные клещи – это прежде всего индикатор состояния грунта в горшках. Их обильное размножение говорит о том, что у вас в горшках очень сыро, настолько сыро, что гниет кора. Если у вас ползают в горшках панцирные клещи, сосновая кора превратится в труху в несколько раз быстрее и понадобится более частая пересадка для вашего растения. Лично я испытываю к этим милым созданиям симпатию и не считаю нужным травить их. Если вам так уж очень не нравится, что в ваших горшках живут панцирные клещи, просто просушите грунт и их численность значительно снизится. Посмотрите на этих милых созданий. А вот это бегает почвенный клещ. Его морда мне очень не нравится. Это существо осталось у меня неопознанным. Посмотрите, какое оно странное, какой у него носик. Скажите, пожалуйста, если кто-то знает, напишите в комментариях, кто это. На этом я, наверное, буду заканчивать. Единственное, одно насекомое, о котором я еще хотела сказать, это ногохвостка, она же калимбола или подура. Эти насекомые относятся к классу членистоногих. Это букашки маленького размера, от 1 до 2 миллиметров. Распространены практически во всех климатических поясах, где есть подходящие для них условия. Представители класса предпочитают влажную среду обитания. Многие из них приспособились к скольжению по водной поверхности. Посмотрите, вот это вы сейчас видите калимбола. Я очень благодарна Ильдару за то, что он помог ее опознать. Они могут иметь удлиненную и шарообразную форму. Посмотрите на эту милоту. Белесый, серый, желтоватый и бурый окрас. Часто тельце имеет металлический блеск, пятнистый рисунок или полосы. И вот посмотрите, сейчас будет шикарный металлический блеск. Их рацион составляют подгнившие растения, грибной мицелий, бактерии, образующиеся на органических останках. Есть информация, что образуя большие колонии, насекомые объедают нежные части высших растений. Я не очень верю во вредоносность этих насекомых для наших орхидей и других растений. Посмотрите только на эти милейшие создания. Я не буду специально уничтожать этих насекомых в моей экосистеме. Просто иногда буду делать небольшие просушки для контроля за их численностью. Я надеюсь, эта информация была вам полезной. Всем спасибо за просмотр. Жду ваших комментариев. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok